Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. И сегодня я хочу рассказать вам о продолжении нашего интенсивного курса машинного вязания на двух фонтурах, о третьей части. Учитывая, что все наши уроки пишутся по принципу постепенного увеличения нагрузки, увеличения сложности, не стоит начинать изучение работы на двух фонтурах прямо с третьей части. Очень желательно излучить предварительно первые два курса, в которых вы найдете основы работы на двухугольницах. Третий курс у нас посвящен достаточно сложным элементам работы, это узоры и частичное вязание. Первый урок, узоры. Почему это считается сложным вязанием? Потому что узоры требуют постоянного внимания. Особенность двухфонтурного вязания такова, что мы не видим, что находится у нас между игольницами. Поэтому для того, чтобы узор не сбивался, не слетали петли, не было разрывов нити, необходимы навыки контроля за состоянием вязания. Мы должны уметь пересаживать петли на передние и на задние игольницы без проблем. Должны уметь менять нить в процессе вязания и верно выбирать и навешивать оттяжки. Периодически их приходится менять. Это навыки, которые мы получаем на предыдущих курсах. Итак, какие же узоры входят в курс? Практически все узоры, которые способны выполнить любая двухфонтурная вязальная машина. И мы верны своим принципам, не используя в нашем курсе какие-то дополнительные приспособления. И узоры и все элементы, которые мы будем проходить на нашем курсе, можно выполнять на абсолютно любой вязальной машинке. Узоры шахматки, араны, репс, распуски, теневые узоры, узоры со сдвигом игольницы, цветные, объемные. Здесь вы видите образцы, те элементы, которые мы будем провязывать на уроке. И наша задача, как следует понять принцип выполнения данных узоров. Дополнительные два элемента нашего первого урока это исправление ошибок в процессе вязания и соединение деталей. Что такое исправление ошибок? Убежавшая петля порвалась нить. Если мы заметили эту ошибку в процессе вязания, я показываю, как это можно исправить. Если мы не увидели эту ошибку и она предстала перед нами уже, когда мы сняли полотно с вязальной машины, тоже есть возможность эту ошибку исправить. Я показываю, как это делать. И соединение деталей. Очень интересный элемент. Обратите внимание, соединение долевого и поперечного вязания без шва На однофонтурной машине мы такое соединение выполняем, когда начинаем вязание полотна от краевого петельного столбика предыдущей детали Таким образом мы не получаем шва В двухфонтурном варианте такое тоже возможно Причем самое интересное, что эта деталь будет выглядеть абсолютно одинаково и с одной и с другой стороны Второй урок посвящен у нас частичному вязанию Что такое частичное вязание? Это клинья, выточки, закругление полочек А также другая интересная отделка наших изделий, которая только может прийти в голову творческой натуре Тоже входит в урок Провязывание горловины без отрыва нити Частичное вязание выточек, расклешение на полотнах со сдвигом игольницы Частичное вязание на полном ластике и цветное частичное вязание Обычно частичное вязание очень активно используется на однофонтурном полотне Особенность там конечно есть, но их не так много, как на двухфонтурном вязании Опять же, когда у нас с двух сторон торчат иглы, непонятно, как их обвивать, как тягивать полотно, потому что если у нас петли только немножко приподнимутся, полотно будет сброшено и каретка просто заклинит. И опять мы не видим, что у нас происходит между игольницами. Естественно, для отработки частичного вязания на двух фонтурах вы должны без проблем выполнять частичное вязание на однофонтурном поводне. И вот так вот выглядит отработка урока. Итак, давайте посмотрим, что же это за вязание. Первое, провязывание, например, выточки на полотне со сдвигом игольниц. Если вы представляете, что такое сдвиг игольниц, то знаете, что у нас одна основная игольница находится в постоянном положении, передняя относительно нее двигается вправо-влево. Частичное вязание предполагает выдвигание игл в переднее положение. Так вот, если у нас иглы подняты наверх, они не дадут игольнице возможность сдвигаться. Она мало того, что надо двигать игольницу, так еще и провязывать частями, поднимая иглы, либо опуская их в рабочее положение. Как это выполнять на полотне со сдвигом игольницы, вы посмотрите в уроке. Вторая картинка – это горловина, выполненная в V-образном варианте, без единого отрыва нити. То есть мы вяжем полотно общее, далее мы переходим на одну часть горловины, переходим на вторую часть горловины, у нас остаются открытые петли и идет одновременная обработка полотна. Такая обработка очень интересна на деле, где не предполагаются планки, резинки и прочие какие-то отделки. То есть мы можем оформить очень тонко, нежно, аккуратно, не утяжелее наше изделие. Внизу слева в цветном варианте можно использовать и как цветную отделку, либо как элемент закругления полочки. Например, вы вяжете кофты и не хотите, чтобы у вас кофта имела прямой вид, чтобы полочка была четко параллельно полу. Мы хотим закруглить полочку. Как это выполняется на двухфантурном вязании, вы увидите на примере вот такой детали. Ну и внизу справа вы видите полосатую деталь голубую. Это практически готовое расширение, например, юбки. То есть таким образом мы можем с вами вывязывать клинья любой ширины, любой фактуры. Юбка, шапка, та же выточка на полотне без двигаигольник вам будет доступна после того, как вы провяжете подобную деталь. Третий урок у нас посвящен отработке очень интересного узора шахматка 3D и соединения этого узора в изделие. В данном случае нам очень важна не только сама отработка узора, но и как с этим узором поступать дальше. Мы же не имеем цели не узоры отработать, а изделие получаем. Так вот, в этом уроке мы узнаем, как отрабатывается узор, получить сам этот узор, как сузить узор до одной точечки, потому что берет не предполагает огромную тяжелую стяж полотна по всем иглам. Мы должны попасть в размер и соединить узор с резинкой. То есть в данном случае записан полноценный урок от снятия мерек до финальной примерки нашего берета. Вы сможете провязать его на свой размер и свои пряжи поуже, пошире, как вам захочет. В данном уроке основная цель показать, как применять узоры в изделии. Ну и четвертый урок наш джемпер капучино, который мы записали специально для этого третьего курса, чтобы отработать соединение разнофактурных узоров в одном изделии. То есть это полноценный урок по созданию изделия. И в принципе его можно вязать не только на двух игольницах, потому что здесь идет и принятие мерок, и построение простой выкройки, потому что выкройка очень простая. Но для того, чтобы это изделие выглядело таким сложным и хорошо сделанной фигуре, мы применили моделирование. То есть мы сделали усложненный силуэт за счет простейшего моделирования. Мы разработали и подогнали узоры под это изделие. Сначала на бумаге, для того, чтобы центральная полоса четко соответствовала фигуре, не была слишком широкой или не была слишком узкой. Мы применили разные типы полотна в одном изделия. Видите, здесь и резинки, и кулирки, и узоры. Мы бесшовно соединили разнонаправленные полотна. То есть масса-масса технологий, которые очень интересны и которые соединяются в одном изделии. Нестандартная цельновязная квадратная горловина, я считаю, это изюминка данного изделия. Потому что при таком широком квадратном вырезе, никакая другая горловина положение не спасет. То есть, чтобы вы не сделали круглую резиночку, резинка держаться не будет, она расползется по плечам. Круглая нас не спасет, не украсит, она будет торчать по углам. В данном случае изобретена новая техника выполнения горловин цельновязной. То есть, эта горловина не имеет швов, она связана целиком, у нее внутри швов нет. И нет ни одного закругления, затрудняющего расчета вязания. То есть, опять же, все очень-очень просто. Как и любое наше изделие, данное изделие выглядит гораздо сложнее, чем строится, провязывается и собирается. Ну и еще интересно оно тем, что полностью построено на контрасте цветов и фактур. Еще раз, здесь применяется и кулирка, и резинка, и узоры. Напоминаю вам, что наш третий курс двухфонтурного вязания рассчитан на начинающих пользователей двухфонтурного вязания. То есть, вы должны иметь хотя бы минимальные навыки работы на вашей двухфонтурной машинке. Всю информацию о полном курсе вязания на двухфонтурах вы можете увидеть по ссылке под этим видео. Форма оплаты на сайте. Пожалуйста, все вопросы пишите нам на почту по субавязальниру. Если вам нравятся наши проекты, нажмите «Нравится» на этом видео. Поделитесь с друзьями через кнопки соцсетей. Приходите на наши вязальные посиделки и обязательно пишите на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Ваша Наталья Некрасова.